Кто за то, чтобы заседание городской думы считать открытым, прошу голосовать. Единогласно, заседание открыто. Сегодня народные избранники обсудили несколько вопросов. Начали с отчета о деятельности муниципальных домов культуры и библиотек. В Березняковском округе работают 25 общедоступных библиотек, 10 в Березняках, 2 в Усолье и 13 в сельских территориях. В прошлом году в Березняках провели около 3000 мероприятий, которые охватили более 8000 пользователей. В библиотеках можно не только взять книгу, но и с пользой провести время. Например, сходить на мастер-класс или лекцию от экспертов. В целом, за 2023 год всего была организована книга выдачи порядка больше миллиона экземпляров книжных фондов. Востребованность высокая, и если сказать, что каждый второй житель записан в нашу библиотечную сеть. Обращаю внимание, что библиотечная система по итогам 2023 года заняла второе место в Пермском крае, и показатели муниципального образования стали достаточно существенными на уровне Пермского края. Высокий уровень вовлеченности горожан объясняется активной реализацией проекта «Пушкинская карта». Благодаря ей молодежь в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия. В прошлом году в рамках проекта было проведено более 200 мероприятий, а за первый квартал этого года уже 90. По словам Ольги Кокшировой, благодаря этой программе также привлекаются и дополнительные средства на проведение других мероприятий. Так, в прошлом году было привлечено более полутора миллиона рублей, а за первый квартал этого года 262 тысячи рублей. «Библиотечная сеть на сегодняшний день является, по сути, центрами общественной коммуникации, поскольку ушли уже в прошлые времена клубы по интересам, и библиотека является и местом встреч для людей, и местом проведения культурных и других событийных мероприятий». Также народные избранники обсудили и волнующую тему аварийного отключения электричества в Чкалово, Легино, Суханово, Нартовке и Шарапах. На эту тему перед депутатами отчитались две организации ОРС «Прикамья» и Россети Урала «Пермэнерго». По словам Дмитрия Шапира, обрывы электричества в июне произошли из-за погодных условий. Три недели подряд в крае из-за мощного циклона электросети просто обрывало. «При данных событиях, я доведу информацию, мы сняли деревья с проводов, 184 штуки, только деревья с проводов. Это без учета угрожающих, которые до сих пор мы выбираем, угрожающих падения. Далее восстановлено более 15 километров провода, заменено поврежденных 48 опор и восстановлено 225 обрыва проводов». Также Дмитрий Шапира добавил, что в отдаленных населенных пунктах низкое напряжение электроэнергии связано с регулярным подключением новых абонентов. В связи с этим также планово происходит и отключение электричества. Наталья Неверова поинтересовалась у главного энергетика, когда в Пешково электронапряжение придет в норму. «Для того, чтобы перейти на новый уровень, по району гололедообразования, ветровой нагрузки, что необходимо сделать? Необходимо выполнить реконструкцию. На сегодня есть приоритет, в первую очередь, это социально значимые объекты, объекты жизни обеспеченные. Вот туда в первую очередь складываются единичные средства и поклассное напряжение сверху». Отмечу, что в ближайшие пять лет в отдаленных населенных пунктах будет продолжаться реконструкция электросетей. «Вопрос про информирование населения в случае аварийного отключения электроэнергии. Вы где-то это делаете? Ну, то есть, вот прямо группа у вас там, как обычно, это происходит, проплановое отключение, где-то информация выкладывается. А при аварийном отключении информацию нигде найти невозможно, диспетчеру позвониться невозможно, там просто не берут трубку. И люди просто сидят и не понимают, когда к ним ведется это». «Вся информация по неплановым отключениям, в том числе аварийно-восстановительным работам, она передается им в диспетчер. «Я понимаю, население как должно узнать?» «Есть единый телефон, 8800 на каждой электроскутности. Звоните». Резюмируя прошедшую встречу, депутаты вместе с энергетиками пришли к единому мнению, что основная проблема – отсутствие информированности населения об отключениях. И энергетикам необходимо уделить этому особое внимание. Также в ближайшее время ресурсники решат проблему перебоев с электричеством в Усолье. Валерия Агалакова, Никита Игнатьев. Наши новости.